В эфире телерадиокомпания «Шебекина». В студии Елена Матвиенко. Здравствуйте! Средства на открытие мастерских были выделены из федерального и областного бюджетов, а также предприятиями-партнерами. Ну а если подробнее, то еще в 2019 году «Техникум» был включен в программу капитального ремонта, а годом позже «Техникум» выиграл грант федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта образования на общую сумму более 67 миллионов рублей, 45 из которых – средства федерального бюджета. Новое оборудование, очень интересно, познавательно. Мастерские по направлению промышленные и инженерные технологии отвечают самым современным стандартам и требованиям. Мы очень рады, что у нас появилось такое оборудование, такие цеха, где ребята могут наглядно видеть, что нужно делать, как нужно делать. У нас есть компьютеры, есть стимуляторы, бутов управления для станков. Ребята на компьютере могут изучать программирование, как сейчас у нас происходит, где они могут применять уже свои навыки, которые мы изучили с ними на теории. Вот, например, современная лаборатория токарной работы на станках с числовым программным управлением. Сейчас такие станки используются в любом современном производстве, поскольку позволяют повысить эффективность и увеличить количество выпускаемой продукции. А это уже цех промышленной механики и монтажа. Здесь ведется подготовка специалистов по установке, ремонту и демонтажу промышленных машин. Прохожу практику по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств. Здесь мы учимся технике безопасности на рабочих местах, также оборудование на рабочих местах, операции, например, как заточка, разметка по металлу. Мы выполняем эскизы по заданной детали, учимся пользоваться измерительными инструментами. И вот видите, у нас здесь очень все удобно, под рукой инструменты и учебники у нас есть. Детям очень нравится, они заинтересованы. И обстановка такая позитивная. После познавательной экскурсии по новым мастерским, мероприятие продолжилось в обновленном актовом зале техникума. Сегодня хочется высказать слова вам благодарности, особенно тех, кто принимал активное участие в ремонте, выделении денежных средств. И, конечно, хотелось бы поблагодарить областную администрацию, в лице Людмилы Тимофеевны за оказыванное содействие в ремонту, в обновлении техникума, конечно, в губернатору нашему. За добросовестный труд, высокие достижения в работе и за реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» на территории Шебекинского городского округа работникам техникума и коллективам предприятий были вручены благодарственные письма. Аналогичное мероприятие состоялось и в Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме, который также стал победителем конкурсного отбора на предоставление гранта из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Атмосфера праздника чувствовалась еще до начала мероприятия. Открыли торжество студенты техникума «Танцем. Время вперед!» Для педагогов техникума это был особенный год и весьма символично, что мастерские открывали в год науки и технологий. Шебекинский агротехнический ремесленный техникум всегда в лидерах. Хоть ваус-келс мы возьмем, всегда здесь чемпионы, с золотыми медалями, с медальонами. Всегда у нас обилимпикс, замечательные всегда лидеры и звезды наши, да, и до сих пор учатся некоторые победители этих чемпионатов. Поэтому я уверена, что наши уважаемые педагоги знают, как научить лучшего специалиста, как сделать лучшего рабочего, который будет самым-самым крутым. Благодаря открытию мастерских у студентов техникума появилась возможность совершенствовать свое мастерство по четырем компетенциям. Сухое строительство и штукатурные работы, кирпичная кладка, электромонтаж и ландшафтный дизайн. Теперь Шебекинский агротехнический ремесленный техникум оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Именно такое оборудование установлено на всех современных предприятиях. Фирма КНАУФ производит строительные материалы и вкладывает инвестиции в обучение в России. Почему? Потому что у фирмы КНАУФ есть политика не просто произвести строительные материалы, но и отдать их в умелые руки. Мне очень важно, чтобы всегда в вашей мастерской были наши строительные материалы. И поэтому первый сертификат на 100 тысяч рублей материалов, которые вы получите, мы готовы. А сейчас мы приглашаем почетных гостей пройти на экскурсию по мастерским. Вы видите, какое разнообразие новых, современных средств малой механизации, которые пришли в наше учебное заведение. Компьютерные технологии пришли в наш садопарк. Сейчас вы видите работу строительного 3D-принтера. Данная мастерская оборудована тулбоксами каменщика, контрольно-измерительными приборами, станками для резки кирпича, современной оргтехникой и индивидуальными рабочими местами. То есть видите, сейчас обучающийся он выполняет крепеж стоечного и направляющего профилей и получается вот такая вот конструкция. Очень удобно. Электромонтажная мастерская предназначена для получения навыков по монтажу, техническому обслуживанию, регулировке, программированию, электрооборудованию, электроприборов, автоматических систем управления освещением, двигателями. Это также лабораторный стенд, который позволяет изучать устройства этажного воспределительного щита, системы аварийного включения. Модули снимаются, вот допустим монтажная коробка, ее можно заменить. Пять лет назад такого тут не было. Не было столько оборудования, ремонта такого не было. Учились как бы тут. Еще ремонт был досоветский. Я учился на каменчика-сварщика. Кирпич новый завезли. Мы укладывали очень старый уже и как бы на песок. Сейчас и раствор есть, и сварочное оборудование завезли. Очень много. Сейчас одно удовольствие только учиться. Высочайший уровень новых мастерских Шебекинского агротехнического ремесленного техникума отвечает самым современным стандартам и требованиям. Теперь обучаться здесь станет еще интересней, а у выпускников техникума появится еще больше перспектив для дальнейшего трудоустройства. В Центре культурного развития состоялось мероприятие, посвященное областному Дню мастера. Участники праздника смогли ознакомиться с творчеством своих коллег-мастеров декоративно-прикладного творчества Шебекинского городского округа. Подробнее о мероприятии в репортаже Зои Войтовой. Сохранять и популяризировать на Белгоручье ненародные художественные ремесла призван областной День мастера. Он отмечается ежегодно в день или в канун Дня памяти братьев-чудотворцев Косьмы и Дамиана, покровителей ремесленников. Традиционные народные ремесла в Шебекинском крае представлены ткачеством, шитьем, гончарным ремеслом, резьбой по дереву, лозоплетением, войлоковалянием, бисероплетением, вышивкой. В настоящее время в Шебекинском округе художественными ремеслами занимаются более 70 мастеров. Среди них есть выпускники средних специальных учебных заведений и мастера, самостоятельно постигавшие азы ремесла. И это не помешало им стать настоящими профессионалами своего дела. 12 ноября в Шебекинском центре культурного развития состоялся настоящий праздник рукоделия. В праздничном зале расположилась выставка, представляющая работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества Шебекинского городского округа. Когда вас еще никого не было в зале, я зашла, я была изумлена. Честное слово, это какой-то волшебный город. Это ваши работы. Это ваше то добро, которое вы несете в жизнь, которое делитесь вместе с нами. Огромное вам за это спасибо. Вы успешно справляетесь со своей первоочередной задачей. Это, конечно же, сохранение, популяризация народных ремесел. Это сохранение народной культуры, народных традиций. Вы постоянно их приумножаете. Все приглашенные на праздник мастера были награждены грамотами и дипломами за их труд и бесценную передачу опыта. День мастера ежегодно предоставляет участникам прекрасную возможность узнать много нового о народном творчестве Шебекинского края, освоить азы некоторых ремесел, полюбоваться произведениями мастеров и познакомиться с местными умельцами. Для мастеров это еще и день общения с посетителями и коллегами, возможность увлечь своей работой, прежде всего детей и молодежь, выслушать благодарность за свой труд. Праздничного настроения участникам праздника добавили концертные номера. Хочется пожелать устроителям праздника и мастерам декоративно-прикладного творчества дальнейших успехов в возрождении и развитии традиционных ремесел, изучении современных направлений декоративно-прикладного творчества, создании произведений высокого художественного уровня, пополнении золотой коллекции народного искусства Белгородщины. В продолжении темы мастеров предлагаем вашему вниманию очередную серию из цикла фильмов «Живое ремесло». Кружевоплетение на коклюшках Кружевоплетение на коклюшках – это процесс создания кружева путем переплетения нитей с помощью коклюшек и один из популярных и красивых жанров декоративно-прикладного творчества. Плетение кружев – это кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения, аккуратности и, конечно, много времени. Слово «кружево» означает «окружать», украшать декоративной отделкой края одежды и другие изделия из ткани. Сама технология плетеного кружева возникла в Европе в XV веке. Тогда изделия представляли собой узкую полоску с геометрическим орнаментом и зубчатым контуром. Такие украшения продавались на вес, и позволить их себе могла только аристократия. История русского кружева началась благодаря Петру I. Существует предание, что в 1725 году он вывез 30 кружевниц из-за границы и разместил их в Москве, в Новодевичьем монастыре. В этом месте стали обучать беспризорных детей. Так и начало распространяться кружевоплетение во всей России. В конце XVIII века кружева плели из серебряных и золотых нитей. Своим мерцающим блеском они напоминали ювелирные изделия. Мастерицы плели кружевные оборки. Ими обрамляли вырезы декольте. Они выглядывали из рукавов и использовались для декорирования краев полотенец и носовых платков. Постепенно стал вырабатываться особый традиционный узор. Кружевницы произвели революцию в плетении. Они начали создавать изделия произвольной формы, сцепляя орнаменты друг с другом. История старинного русского кружева развивалась. Используя простые инструменты, деревянные палочки и нити, мастерицы изображали на ажурном полотне всю прелесть российской природы. Это стало его главной ценностью. Кружевоплетение в России отличалось оригинальностью и самобытностью. В начале XIX века в России начался стремительный рост кружевного промысла. Фабрики начали открывать не только в городах, но и в небольших селах и деревнях. И на работу хозяева нанимали обычно крепостных мастериц. В тот период все кружевные изделия изготавливались вручную. Они имели оригинальные узоры, скатерти, занавески, подушки, одежды и другие предметы пользовались большим спросом. В дореволюционной России центрами кружевного промысла были Бологодская, Елецкая, Вятская, Тульская, Нижегородская, Московская земли. Из крестьянского ремесла оно превратилось в артельное производство, когда кружевные воротники и манишки вошли в моду у дворян и купцов. Но популярными с традициями стали два города – Вологда и Елец. В результате основными видами русского кружева стали Елецкая и Вологодская. В Вологде отличительная особенность кружева – это плотная тесьма узора, так называемая велюшка, а любимый орнамент – снежинка с белой опушкой. Елецкая кружева со своим характером – это растительный и геометрический узор, выполняют в основном сеткой. Несмотря на некоторые различия в стилях, во всех школах русского кружева есть похожие мотивы, узоры и орнаменты. Некоторые из них имеют определенную символику, но чаще всего в русском кружеве встречаются растительные мотивы, характерные для родных краев деревья, цветы, ягоды. Нередко среди орнамента русского кружева можно было встретить узор в виде листьев дуба. Русские кружевницы любили создавать великолепные узоры в виде птиц, таких как лебедь, павлин, жар-птица. Возможно, главной причиной, по которой мастерицы так любят обращаться именно к этим птицам – их роскошное оперение. Из этих и других мотивов и символов появляются узоры, которые теперь стали неотъемлемой частью кружевного искусства. Кружевной промысел продолжил развиваться и в советское время. Создавались союзы кружевниц, занимающиеся непосредственно усовершенствованием техник плетения. В моду входит одежда и изделия, используемые для оформления интерьеров, отделанные кружевом. На Белгородщине в 18-19 веках кружевоплетение являлось самым почитаемым женским ремеслом, но малораспространенным и потому дорогостоящим. Модницы из богатых семей, чтобы сделать свой народный костюм неповторимым, заказывали вставки на рукава рубах у кружевниц, проживающих в соседних селах. В обследованных селах Шебекинского края тоже было распространенным женское домашнее кружевоплетение. И жительницы носили юбки с жилетками, а также длинные рубахи с кружевом на подоле. Кружево во все времена привлекало к себе внимание за счет своей изящности, ажурности и уникальности. И хотя процесс создания кружева совсем не прост, даже сегодня находятся мастерицы, которые готовы неделями сидеть над такой филигранной работой, чтобы постичь секреты трудоемкого искусства. В настоящее время в Шебекинском крае возрождают утерянные традиционные ремесла, в том числе и кружевоплетения на коклюшках. Тоненькие кружева, ажурные салфетки, воротники, манжеты, шали, пелерины, шарфики, накидки и многое другое плетет на коклюшках народный мастер Белгородской области Куликова Наталья Кузьминишна. С кружевом плетения я познакомилась в 2010 году. Я поехала на мастер-класс в Белгородский государственный центр народного творчества. И там наш первый преподаватель, Людмила Ивановна Акишина, нам показала мастер-класс. И мне очень понравилось этим заниматься. И я этим уже занимаюсь в 2011 году. Первое изделие у меня шарфик. Техника применялась. Это плетишок, полотнянка и сетка. И еще основочка. Инструменты, на которых плетет кружевоплетение, это такая подушка, валик. Она набитая соломой, можно набивать опилками. Но я сделала синтепоном. Чтобы устоял устойчиво наш валик, мы сделаем вот такой станок. Нужны вот такие палочки, деревянные палочки. Они называются коклюшки. На которых наматываем нитки и закрепляем замком. И плетется кружево. А сейчас ими можно ниточками плести всеми. Малюные, ирисом, джинсовыми, номер 10 катушками, цветными, даже толстыми анно-нитками. Чем сложнее изделие, тем больше. Надо много пар коклюшек. Потому что это кружево, кружевоплетение, плетется парами. И может быть от 5 пар доходить до 100 пар. Это очень большое количество коклюшек. Для создания изделия нужен сколок. Сколок это технический рисунок, на котором мы плетем. Сначала линейки, по которым мы идем рядочками, вывязываем на коклюшках. Потом точечки, в которых выставляем мы булавочки вертикально. И обкручиваем ниточку, закрепляем края. Также для плетения нужен крючок. Очень маленький. 0,5 см или 0,75 см. Булавочки нужны нам. В кружевоплетение входит несколько разновидностей техники. Это вологодское. Вологодское кружево выплетается ленточкой. Вот она идет. А елецкое кружево, это идет сеточкой. А потом в эту технику мы елецкую и вологодскую соединяем. И у нас получается вот такое изделие. Самое сложное изделие у меня вот скотерть. Я ее ввела 9 месяцев. Она у меня составляла из 12 частей. Потом я ее аккуратно сшивала крючком. И у меня вот такая получилась скотерть. Но вязать на барабане на вот таком это сложно. Я разделяла на 12 частей. И по частям выплетала вот на этом барабане. Потом сшивала крючком. Свой барабан я могу взять куда угодно. Я езжу с ними на фестивали. Провожу мастер-классы с детками, со взрослыми. Это, конечно, работа кропотливая. Нужна здесь и внимательность, и усидчивость. Каждая кружева уникальна. Даже выполненные по одному сколку кружева приобретают индивидуальность. Это всегда ручная работа, в которую вложена частичка души мастерицы. Внимание! Информация для детей и родителей. Театр Дефиле «Моделька» модельного Дворца культуры объявляет набор детей от 4 до 10 лет. В программе занятий. Постановка подиумных композиций. Сценическая пластика. Участие в различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Основы Дефиле. Запись по телефону 8-919-284-3170. Уважаемые шибекинцы и гости нашего города! Хотите преподнести родным и близким необычные подарки? Предлагаем вам воспользоваться светодиодным экраном, расположенным на фасаде Дворца культуры. С помощью большого светодиодного экрана вы получаете возможность преподнести необычные подарки и сюрпризы своим родственникам, друзьям и знакомым. Разместите поздравления с днем рождения, с праздником, оригинально признайтесь в любви или поздравьте босса с уходом на пенсию. Представьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, коллегам или давним знакомым увидеть персональное поздравление именно от вас. Ваши поздравления на светодиодном экране увидят все шибекинцы, а мы всегда рады сотрудничеству. За справками обращаться по адресу улица Московская, 19 или по телефону 542-03. Уважаемые шибекинцы! В Муниципальном Дворце культуры на радость самодеятельным артистам и всем жителям Шибекинского городского округа появилась и уже успешно функционирует профессиональная, оснащенная современной аппаратурой, студия звукозаписи. В совокупности с профессиональным оборудованием и ответственным подходом к работе все это даст качественное звучание и позволит решать самые сложные задачи и воплощать самые дерзкие проекты. Для многих сделать студийную запись очень проблематично. Мы приглашаем всех желающих воспользоваться услугами нашей студии. Здесь имеется высококачественное оборудование для записи вокальных и музыкальных партий инструментов, последующего их сведения и мастеринга композиций. Опытный звукорежиссер с высокими профессиональными навыками Константин Крючков поможет вам качественно сделать аранжировку песни во всех музыкальных жанрах, учитывая при этом современные тенденции музыкального рынка и ваших пожеланий. За консультацией обращайтесь в нашу студию звукозаписи. Подробная информация по телефону. Дорогие шибекинцы! Вы подали заявление в ЗАГС? Теперь точно известен день и время счастливого мгновения. Мы очень рады за вас и предлагаем основной пакет услуг торжественной регистрации бракосочетания в модельном дворце культуры. Праздничная атмосфера, просторные залы с высокими потолками, колонны, большие окна, дизайнерское оформление. Скользя по паркету, вы будете чувствовать себя королем и королевой на настоящем балу. Услугам любящих сердец. Встреча молодых в нижнем фойе. Проведение регистрации работниками ЗАГС. Сопровождение торжественной церемонии бракосочетания камерным оркестра. Живое исполнение величальных песен фольклорным коллективом. Видеосъемка торжественной регистрации брака. Фотосессия молодоженов и гостей по дворцовом интерьере. Уверяем, что вы не будете разочарованы. Ждем вас в стенах модельного дворца культуры. Собираетесь в путешествия? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта. А проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги. Проще, чем кажется. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин